Брейк-данс в Новополоцке был популярен в 90-х, затем интерес угас, сейчас вновь возродился. Как говорится, мода циклично. В нашем регионе направлению спортивно-молодёжного танца не даёт угаснуть Александр Полякевич, который в своё время покорял международные брейкерские площадки. Сегодня он учит брейк-дансу молодёжь. Его труды увенчались успехом. Двое его воспитанников, Михаил Зеленко из Полоцка и Павел Ромашевский из Новополоцка получили призовые места на 11-м международном чемпионате по брейкингу в Минске. Наш ребята, вот с Полоцка парень Миша Зеленко, он занял в номинации до 8 лет третье место бронзу взял. Потом там было, ну, наверное, там больше 30 участников было. Потом в номинации, самая такая многочисленная номинация, до 12 лет, там было порядка 50 заявленных человек. И вот Паша Ромашевский из Новополоцка, наша такая звёздочка, вот, он занял тоже третье место, тоже взял бронзу в такой насыщенной борьбе. То есть они проходили вначале отборочный круг, они выходили в топ-16 из 50 человек, а потом уже дальше батл, батл, батл и дошёл до четвёрочки сильнейших, а там вообще вырвал третье место. Попадание в тройку лидеров – первая серьёзная победа воспитанников Александра. Брейкданс стал официальным олимпийским видом спорта и добавлен в медальный зачёт на Олимпийских играх в 2022 году в Париже. Есть к чему стремиться. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.